Сейчас слово представителю Соединённого Королевства. Благодарю вас, господин председатель. Приветствую сегодняшний брифинг замгиншкитаря Джеффри Фелтмана после его недавней поездки в Украину. Тревожный всплеск насильства последней недели подчеркивает то, насколько остра угроза в отношении положения в восточной части Украины, что угрожает международному миру и безопасности. Нас поражает гибель 12 гражданских лиц. В Волновахе в начале месяца нас ужасают сообщения о том, что госпитали в Донецке подвержены артобстрелам. Мы видим сообщения о том, что российские персоналы и техника перейдут границу. И в этот месяц мы также видим обычное поведение России не в плане отказов и неверной информации. Как и было в ходе последнего заседания в ноябре, российские действия по-прежнему подрывают украинские суверенитеты риториальной целостности. Они связаны с нарушением международных норм и тех принципов, которые закреплены в Уставе ООН. Мегментарные последствия таких действий также ясны. Более миллиона человек было вынуждено бежать из домов с усилением зимы. И ситуация станет лишь хуже, и старые больные, молодые и дети все станут более уязвимыми. Необходимо, чтобы гуманитарные конвои из Украины попали бы в регионы. И также Россия не должна использовать гуманитарные конвои в качестве прикрытия для снабжения оружием сепаратистов. Ситуация с защитой прав человека в равном мере вызывает озабоченность. Сообщение нарушения прав человека в незаконно аннексированном Крымском полуострове и также нарушение правопорядка в районах под контролем сепаратистов в условиях такого ухудшающегося контекста. Неудивительно, что неоднократные призывы к прекращению огня, к уважению территориальной целостности суверенитета Украины не являются предметом внимания. Все стороны должны заниматься диалогом и положить конец насилию на востоке Украины. Украине необходимо предложить меры для того, чтобы вывести свою технику и войска из Украины, прекратить поддержку сепаратистов и помочь с наложением контроля над границами. И факты, несмотря на опровержение, наличествуют по поводу поддержки. Два дня тому назад, включая 30 БТР, десятка танков с войсками отмечалось, пересекали границу с Украиной. Каждодневно российские солдаты действуют бок о бок сепаратистами. Мы видим, как сепаратисты используют самые современные автоматы, поступающие из России. Мы видели танки Т-72БМ на улицах Луганска и Донецка. Ни самые ультрасовременные автоматы, ни такие ультрасовременные танки никогда не использовались украинскими вооружёнными силами. Господин председатель, последствия такой ситуации в Донбассе по-прежнему вредят и народу, и экономике, как Украины, так и России. Но есть политический выход из этой ситуации через выполнение тех договорённостей, которые были заключены в Минске в сентябре. Однако, несмотря на целую серию дипоинициатив, включая и встречу в нормандском формате, сейчас более 12 тысяч человек погибло с того момента, когда такие обязательства были взяты на себя в сентябре. А сепаратисты получили под собственный контроль дополнительные куски украинской территории с сентябрьских соглашений. Любой анализ выполнения минских договорённостей со всей чёткостью демонстрирует то, что Россия и сепаратисты, очевидно, не смогли выполнить 10 из 12 обязательств, которые были заявлены по этому случаю. И, в частности, Россия отказывается выполнять двух ключевых положений. И это по-прежнему подрывает перспективы установления мира на Украине. Во-первых, в Минске все стороны условились обеспечить постоянный контроль за украинско-российской границей, проверку ОБСЕ, создание зоны безопасности в пограничных районах Украины и России. Несмотря на все старания ОБСЕ, работа которой была превосходной, несмотря на все созданные вызовы, лишь два контрольно-пропускных пункта сейчас контролируются по российской стороне. Тысячи километров сейчас открыты для потока оружия и персонала в Украину. И если Россия серьезно относится к минским договоренностям, необходимо остановить блокирование и расширение пограничной контрольной миссии ОБСЕ. Также в Минске все стороны согласились, цитирую, с выводом незаконных вооруженных формирований, то есть боевиков и наемников с территории Украины. Вместе с тем сотни российских военнослужащих по-прежнему остановятся на территории Украины, равно как и тысячи так называемых добровольцев в порядке выпиющего нарушения протокола. Вывод этих сил является осмоблагающим условием выполнения минских договоренностей. Это единственный путь обеспечения будущей территориальной целостности Украины. Господин председатель, очень важно, чтобы Совет по-прежнему обращал самое пристальное внимание на положение в Украине и настаивал бы на том, чтобы добивались стороны выполнения минских договоренностей. Россия решила не соблюдать свои обязательства и идет путем нарушения стабильности. К сожалению, это не только в случае с Украиной. Россия подписала соглашение с отколовшейся от Грузии провинцией Абхазии. Сейчас ведется такая же работа с другими грузинскими регионами, с Южной Осетией. Это последовательное вмешательство России во внутренние дела своих соседей. Это выпиющие нарушения их суверенитета и территориальной целостности. Мы призываем Россию повлиять на сепаратистов, прекратить дестабилизационные акции, найти путь для того, чтобы заключить политическое решение. Минские договоренности – основа для такого решения, и эти договоренности должны быть выполнены в полной мере без задержек. Благодарю вас. Благодарю председателю.